Этот урок отличается от занятий в школе. Преподаватель вдвое младше своих учеников и на партах вместе с карандашами и тетрадями, игрушки, машинки, фигурки мультяшных героев, карточки и теннисные шарики. Все эти предметы необходимы для занятия в школе скорочтения и развития интеллекта. Урок проводят для членов Совета общественной организации «Ветеран». Нашим пенсионерам такие занятия просто необходимы. Вот сегодня у нас первое занятие, настроение просто поднялось. Мы обнаружили, что нам не хватает таких занятий. Просто повернуло наше сознание вспять и выяснилось, что мы многое еще не умеем. Подзабыли просто. Занятия в школе скорочтения и развития интеллекта – продолжение проекта «Фитнес для мозга, здоровье и долголетие». Он реализуется в общественной организации «Ветеран» с начала этого года. Занятия посещают 15 человек. Отличие же этих уроков – индивидуальный подход каждому из учеников. Упор делается в первую очередь на то, чтобы занятие было более индивидуальное. Поэтому очень маленькие группы у нас всегда. С детками мы занимаемся в первую очередь до четырех. Но так как взрослые – они более собранные, более дисциплинированные, мы можем позволить себе шесть. Но шесть – это наш максимум на самом деле. Методика в этой школе позволяет работать и с детьми, и со взрослыми людьми. Методика позволяет проводить анализ интеллектуального состояния человека и делает полный срез этого. Соответственно, насколько гибка наша и насколько широка наша методика, то есть настолько мы можем её по-разному подстраивать под людей. Программа в школе скорочтения и развития интеллекта продлится до конца года. По итогам обучающиеся получат сертификаты, где будут указаны достижения каждого из учеников. Наталья Рябинина, Денис Гимб, Новости Губкинского.